Всем привет! В эфире программа «Четыре четверти» И мы ее постоянные ведущие Семен и Сергей Для начала еще раз поздравляем вас с наступившим Новым годом и Рождеством Сегодняшний наш выпуск будет не совсем обычный Предлагаем вам вспомнить самые яркие и значимые события 2016 года А начнем рассказ, конечно же, с юбилея нашего любимого города Губкинского По традиции гуляния начались с чествования работников нефтяной и газовой промышленности Виновников торжества и всех жителей и гостей нашего города Поздравили официальные лица и, конечно, артисты Я бы не увидел тебя Сколько миллионов нас прохожих Это мне не нравится И тебе не нравится Я бы не заметил тебя Ты прошел бы перед мать и встречей Если бы не в пятницу Если бы не в пятницу Вече Завершилась праздничная программа долгим красочным фейерверком Хорошее настроение было у губкинцев и на следующий день Возле балличного городка вдоль улицы Невчанников расположился чум Выставка работ, национальные песни, неске забавы Губкинцам предложили поучаствовать в метании трензянных хорей Прыжках через нарты, стрельбе из лука Поучаствовать в неске забавах горожане могли и в партии культуры и отдыха юбилейный Здесь губкинцам показали целое театрализованное представление Предложили экскурсию по мини-стойбищу и национальные угощения дарами природы По традиции гуляния завершились праздничным концертом и большим фейерверком С днем рождения, славный город Ты для нас столица, как Москва для всех Да, 30-летие города отметили с размахом А еще свой юбилей праздновала седьмая школа В прошлом году ей исполнилось 20 лет Своим нестандартным подходом к решению любых задач седьмая школа славилась всегда Вот и к празднованию 20-летия коллектив подошел творчески и оригинально На торжественном вечере юбиляров отличал праздничный красно-белый дресс-код У нас коллектив творческий, спортивный, веселый, интеллектуальный, ну дружный, ну просто замечательный Благодаря заложенным с первых дней традициям, опыту заслуженных педагогов, энтузиазму молодых специалистов Сегодня школа входит в число лучших образовательных учреждений России За 20 лет вдвое увеличилось количество учеников И сегодня здесь учатся более 700 ребят Из стен школы вышло 30 золотых и серебряных медалистов Еще одним радостным событием стало открытие Дворца культуры «Нефтяник» Куда с радостью переехало около 30 городских клубных формирований различных направлений Это певцы, танцоры, актеры и музыканты Большая сцена и вместительный зрительный зал Просторные, репетиционные кабинеты и зеркальные танцевальные помещения Все это радует и педагогов, и ребят Они занимаются с большим энтузиазмом Здесь атмосфера, она как бы светлее Можно сказать, настрой идет больше Танцевать хочется Детям любые изменения, они приносят какую-то радость Они искренне радуются, они, мне кажется, может быть, даже больше стараются Дворец культуры дарит широкие возможности Не только творческим коллективам, но и зрителям Для артистов начинается новая пара успехов и достижений А зрителям открываются перспективы удивительных встреч с миром творчества и красоты А еще там есть замечательный большой спортзал А я знаю, кто еще может похвастаться пусть не новым, но хорошо отремонтированным помещением И я знаю, это первая и шестая школы В преддверии нового учебного года первая школа заметно преобразилась За летние месяцы здесь проведена реконструкция двух корпусов Теперь здесь новые полы, стены, потолки, сантехника, двери, окна Не узнать и гардероб, он стал просторнее, светлее, с дополнительным входом Кроме того, после ремонта в первой школе появился даже новый кабинет Этот кабинет появился в связи с тем, что мы перекрыли рекреацию Кабинет просторный, светлый, чистый Здесь мы планируем его оборудовать современными технологиями, современным оборудованием Поэтому планируется повесить здесь интерактивную доску, поставить компьютеры В общем, все, что требуется учащимся для хорошего обучения А вот как преобразилась шестая школа Прекрасный фасад, мы видим пластиковые окна во всех кабинетах Кроме этого, отремонтированы полностью пять кабинетов второго этажа Это и потолки, и стены, и полы Полностью заменено электрооборудование Отопительные системы То есть школа преобразилась Ну а пока школу готовили к приему учеников Ребята весело проводили летние каникулы Да, в прошлом году Как всегда, ребята, которые не уезжали из города, могли посещать пришкольный лагерь Он работал в две смены На протяжении трех недель в июне и августе Юные губтинцы побывали на познавательных экскурсиях Поучаствовали в десятках мероприятий и соревнований Получили призы и подарки А еще не просто весело провести время, но и получить необычные деньги Можно было посещать интеллектуально-познавательный клуб домовенок Ребята принимали участие в веселых играх и зарабатывали пенотиками На которые потом приобретали полезные для себя вещи Клуб работал с первого июня И все лето ежедневно принимал детей в возрасте от 5 до 14 лет Помимо этого, некоторые ребята по путевкам в выделенном округом Смогли отдохнуть на море и за границей Замечательный был год Согласен, но ведь это не все самые запоминающиеся события прошлого года Ведь еще столько всего вспомнить можно Кстати, ты про наши полезные советы забыл? Не забыл, но о них мы рассказывать не будем Потому что вернуться к темам нашей программы Можно на сайте Зайдя на него, вы всегда будете в курсе новой и интересной и полезной информации Ну а на этом у нас все Как все? Мы даже не расскажем, как ребята провели новогодние каникулы? Обязательно расскажем Но в следующем выпуске нашей программы Так что, ребята, включайте телевизор ровно через неделю в это же время И мы, как всегда, поделимся с вами интересными советами и событиями Которые происходили в учебных и досуговых заведениях нашего города Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok